женские фразы которые портят отношения здесь речь об экстрасенсии в прошедшем времени и я так и знала я так и знала я же тебе говорила не начинать бизнес я же тебе говорила я так и знала вы можете убить просто одной фразой двумя просто словами и вот это ок . ясно понятно ладно и ты можешь сказать а что плохого я же забочусь о мужчине это же забота привет меня зовут ярослав самойлов я психолог эксперт в отношениях и перед тем как мы перейдем к разбору этих интереснейших фраз прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца и конечно же это видео пришли всем своим подружкам если вы хотите разобраться еще больше психологии мужчин что делать с мужчинами как на них влиять как с ними разговаривать таких мужчин наоборот нужно бежать а где нужно наоборот исправить что-то в себе и тогда отношения улучшатся как понимать твой мужчина это не не твой мужчина как понимать о чем он думает и никому не скажет если тебя важно заглянуть в закулисье мужской психологии закулисье психологии счастливых отношений тогда прямо сейчас кликай по ссылке под видео и записывайся на бесплатный онлайн-курс мужчина честная инструкция и так первая фраза знаете иногда мне кажется что в каждой женщине я уже говорил в других видео что в каждой женщине живет бизнес-тренер который стриме он иногда просыпается у некоторых не иногда а он иногда засыпает ее бизнес-тренер она учит мужчин но мы сейчас не бизнес-тренере не о твоем внутреннем бизнес-тренеры прямо сейчас мы говорим о твоем экстрасенсе и самое главное знаете экстрасенсы обычно что они как бы предсказывают будущее правильно экстрасенсы здесь не об этом экстрасенсе речь здесь речи об экстрасенсе в прошедшем времени ее фраза звучит так я так и знала я так и знала пожалуйста не советую произносить эту фразу в отношениях или в диалогах с мужчинами с которыми ты не против бы чтобы эти мужчины делали твою жизнь лучше что имею ввиду вот просто задумайся произнося эту фразу я так и знала если ты говоришь это мужчине ты что этим хочешь чтобы он понял что ты хочешь чтобы он услышал или что ты хочешь чтобы какой вывод он сделал о делал после диалога с тобой я так и знала или же вторая фраза я же тебе говорила я но я же тебе говорила или он там облажался я же тебе говорила мама это часто используют воспитание детей сыновей даже дочерей я же тебе говорила не идти гулять я же тебе говорила не бежать все расшибешь коленочку а ты расшиб коленочку я же тебе говорила не начинать бизнес я же тебе говорила я так и знала понимаешь я же не хочу чтобы здесь было у нас знаешь какой-то может кажется что я здесь тиран и запрещают тебе такое ощущение что тебе вообще нужно молчать а когда ты начинаешь говорить отношения начинают портиться есть шутка для женщины его мечты я чуть-чуть недомолчала я но я не об этом я просто говорю моя цель чтобы ты понимала но задумывалась о смысле вот я что-то говорю я что-то делаю а зачем и поэтому здесь очень помогая техника два раза подумать один рассказать техника 5 раз ляпнуть что-то один раз подумать она обычно ни к чему хорошему не приводит и это касается не только женщин это касается хороших дипломатов хороших продавцов хороших переговорщиков хороших бизнесменов это те люди и классных женщин это те люди как и классных мужчин которые в первую очередь стараются думать а потом говорить то есть по сути ты к чему приучаешь мужчину ты говоришь все то что я тебе говорю я всегда права и нужно слушать во всем меня потом в чем жалуется женщина что мужчина послушный мужчина сам не принимает решение мужчина не несет ответственность какой-то он пассивный не инициативный и так далее правильно потому что инициативу активность и ответственность забрала ты себе и он видит что тебе это очень нужно что если тебе это очень нужно наверное от этого ты и счастливее поэтому есть мужчины которые сдаются перед женщиной говорит ну ладно да и не говорю что это мужской поступок сдаваться перед женщиной да я сейчас не оцениваю этих мужчин я просто описываю как обычно это происходит следующая фраза здесь важно в каком состоянии в каком настроении говорит ее девушка и обычно вы это говорите в таком ключе ладно ладно и обычно это происходит когда в диалоге с мужчиной там что-то невозможно добиться или диалог закончился на какой-то плохой ноте или нерадостной непозитивной ноте ладно еще со вздохом таким и особенно зайти так убивающие это звучит и знаете для мужчины это дорогие вы не понимаете ваши слова ха в одним словом можете мужчину убить вот этим ладно вы можете мужчину просто уничтожить это здесь что нужно теперь трястись ой какое слово я же могу убить мужчину мне теперь нужно аккуратно славе я просто говорю про силу ваших слов вы можете убить просто одной фразой двумя просто с вами и вот это ладно и там ой ладно и очень показательно это выглядит в переписке ок точка ясно понятно ладно где нет смайликов где нет лишние там какого-то знака там только одно слово которое она завершает делу пока и опять же в этом сказать что в это ужас какой-то ну нет но если задуматься а что я вкладываю это слово а что если задуматься а как бы я могла лучше ввести диалог с мужчиной и лучше не смысле что подменяю любил чтобы его привлечь стать его зилы чувствуем а лучше в том смысле чтобы нам в итоге круто было вместе нам круто было ему круто и мне круто и всем было круто в этом ключе еще раз я не учу заслуживать мужскую любовь бы мужчинам другие хорошие слова чтобы он меня любил не бросит чтобы мне дарил подарки это заслуживании любви это с точки зрения психологии нездоровая позиция и нездоровая вообще жизни стратегия и я должен быть дебилом простите если чтобы учить этому массы девушек и женщин этого не должно быть следующая фраза которая не советую произносить с мужчинами она звучит так береги себя береги себя и знаете когда я слышу это от девушки не часто правда это слышу но когда я слышу я представляю себя внуком и вижу мою бабушку я жил далеко от города я и мне нужно было час в школу ездить и зимы были тогда суровые много снега и когда я выходил в школу было раннее утро еще было темно и я выходил как бы в путь в школу и наговорила ярослав береги себя и у меня такая ассоциация и ты можешь хотя что плохого я же забочусь о мужчине это же забота как это можно словом заботиться о мужчине или о ком-то как это словом наверное ты хочешь чтобы мужчина понимал тебе не безразлично его состояние да что ты не безразличная женщина что у тебя есть чувство эмпатии и что тебе важно чтобы у него все было хорошо но и ты используешь для этого слова береги себя чтоб он повал вау какая она беспокойная женщина вау она беспокоится за мне ведь она мне сказала такую фразу и береги себя не советую использовать и во первых не береги не не спасательница не выручательница не мама и не бабушка мне кажется что ты женщина девушка женщина ты классно и все вокруг тебя расцветает и не надо береги себя скажи у тебя все получится ты крутой ты классно тебя все получится все цели которые ты ставишь при себе они точно будут достигнуты это гораздо лучше фраза предложение чем береги себя более подробно более детально более масштабно широко более объемно тему взаимоотношений мужчин и женщин мы разбираем на бесплатном онлайн курсе который называется мужчина честная инструкция и чем он будет полезен тем что ты разберешься как перезагружать непонятные отношения как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор как создавать по-настоящему счастливые взаимоотношения прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно если это видео было для тебя полезным прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал пиши твои вопросы в комментариях и до встречи в следующем видео пока